Под Одессой на строительстве жилого комплекса Гринс погибли двое рабочих. Мужчины, которым было 38 и 61 год, были завалены землей в то время, когда они находились в котловане. ЖК Гринс находится на территории Фонтанского сельского совета Лиманского района. Земельный участок в 2016 году был оформлен на Романа Хоменко. Далее он передал по договору Суперфиции право на застройку обслуживающему кооперативу Атлант-6, зарегистрированное на Владислава Студенца и сына владельца участка Станислава Хоменко. Генподрядчиком выступает фирма Бизнес Трейдинг ОПТ. Владельцы те же, что и предыдущие фирмы, но место Короленко записан Николай Хлебопашенко. У генподрядчика в августе 2019 года закончилась лицензия, поэтому смерть рабочих закономерна. Фирма не имела права проводить работы, а контролирующие органы закрыли глаза, взяв взятку. В 2016 году, собрав с людей деньги на строительство 24 секций, организаторы ЖК Гринс исчезли, оставив инвесторов с мечтами о квартире, близкой к морю. Экосоларис, который... Тут было поле, когда мы покупали эту квартиру. Вот. Вот здесь, на вот этой всей территории огромной, должно находиться 24 секции. Уже два с половиной, скоро будет три года, а сдачи дома нету. Кормят каждый день обещаниями, завтраками. Вот там через неделю, через месяц мы сейчас там запустим это, запустим то, сделаем канализацию, сделаем воду. Дом, короче, в состоянии стройки. По словам покупателей квадратных метров из воздуха, с ними на связь выходил лишь контрабандист Вячеслав Студенец, зять бывшего прокурора Одесской области Галкина Александра, которого в свое время назначил беглый генпрокурор Пшонка. Его зовут Влад Студенец, то есть это единственный, на кого мы можем ссылаться, который не идет к нам на связь, от которого мы не слышим ничего уже последние три года. То есть нас полный игнор, стройка стоит, какая-то часть объем сделана, но сейчас все затормозилось и мы не понимаем причины. В мае 2020 года инвесторы митинговали под зданием Одесской областной государственной администрации с требованием запустить в работу недострой. Влад сказал, что денег у меня нет, строить я не буду, в данный момент я ищу инвестора, который поможет мне достроить дом. Но, как мы знаем, что он ставит такие космические цены, что ни одному инвестору неинтересно это дело. Вероятно, весной из офиса губернатора надавили на нерадивых застройщиков и те приступили к вяло текущим работам, которые привели к страшной трагедии гибели двух рабочих. На сегодняшний момент стоит три секции, две готовые к сдаче, то есть остекление, лифты, свет, света нет, но проведенного электричества нет, канализации нет воды. Стоит третья секция, облицовки нет, фасада нет, только стекла, только окна стоят. Мы хотим свои квартиры, мы хотим жить дома, поскольку мы вложили последние деньги, но большинство людей. Мы живем на съемных квартирах, мне с ребенком негде жить. Поэтому мы добиваемся хоть какого-то результата, какого-то ответа. Редакция «Актуальная правда» уже рассказывала про трагедии на незаконном строительстве гостиницы Нема, где рабочего насмерть придавил кран. И на ЖК «Гагарин Плаза», когда молодой парень упал вниз с высоты из-за упавших на него с крана стройматериалов. Команда «Актуальная правда» требует от полиции и прокуратуры эффективного расследования смерти рабочих на ЖК «Гринс» и привлечения виновных к ответственности.